МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа. Регион в студии Вера Грушко. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных его темах. Неоднократно уже доказывали свою эффективность. И штаб уже стал важной составляющей большой совместной работы. 200 дней. В Анапе состоялось юбилейное заседание штаба РСО. Они могут играть и участвовать в турнирах. И даже, возможно, как-то связывается это в своей жизни. Киберарена. На курорте состоялся турнир по ДОТИ-2. Главный тренер установку давал, все выполнили. Поэтому все так и получилось. Россыпь голов. Футбольный клуб Анапа разгромил соперника из Краснодара. Впервые в Анапе прошли бескровненские поминовения. Масштабное событие было посвящено памяти наказного атамана Черноморского казачьего войска. Алексей Данилович – генерал-майор, участвовавший в 14 кампаниях и более чем сотни сражениях. Во многом, благодаря его полководческому таланту, была взята турецкая крепость Анапа почти 200 лет назад. На мероприятие присутствовали вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, атаман Таманского отдела Иван Безуглый, епископ Новороссийский и Геленджикский феогност, мэр Анапы Василий Швец, председатель совета Леонид Красноруцкий и депутат ЗСК Николай Морарь. Алексей Данилович Бескровный – наказной атаман Черноморского казачьего войска. В 1828 году под его командованием была взята турецкая крепость Анапа. И с тех пор эта территория навсегда стала частью Великой Российской Державы. В честь Алексея Бескровного на нашем курорте назван целый микрорайон, а теперь имя генерал-майора гордо носит и новая школа номер 35. В минувшие выходные в Анапе состоялись первые в истории бескровненские поминовения, посвященные памяти атамана. Началось мероприятие с молебна в храме святого Ануфрия Великого, после чего участники возложили цветы к мемориалу, теперь уже у русских ворот. А основное действие развернулось на театральной площади, где выстроились сотни казаков. Атаман Алексей Бескровный участвовал в 14 кампаниях и более чем 100 сражениях. Он стал настоящим воплощением истинного казачьего мужества и героизма. В этот день наши войска взяли крепость Анапа коле и водрузили знамя русское. И с тех пор мы слышим этот колокольный звон. Не крик муэдзина или муэдзина, а колокольный звон. Вера православная – это тот стержень, который всегда был присущ казакам. Тот, который не давал им согнуться, сломиться под трудностями. Я хотел бы пожелать вам крепости Зил, благодатной помощи Божией, покрова преподобного Ануфрия Великого, великого угодника Божьего. История нашего города, конечно, неразрывно связана с казачеством. В 19 веке казаки доблестно штурмовали турецкую крепость, проливали кровь на нашей земле, чтобы она, как я уже сказал, навсегда стала российской. Они самоотверженно сражались с немецкими захватчиками в Великую Отечественную войну. И сейчас очень достойно защищают интересы нашей Родины в ходе специальной военной операции. Как мэр города воинской славы я горжусь тем, что в Анапе создано такое сильное, мощное и уважаемое во всем Краснодарском крае, во всем кубанском казачестве районное казачество, районное казачье общество, ряды которого с каждым годом растут. К памятнику атаману бескровному и могиле воинов, павших у стен крепости Анапа, направили почетный эскорт кубанского казачьего войска для возложения цветочных корзин от губернатора Краснодарского края, депутатов Госдумы России и Законодательного собрания, Русской Православной Церкви, казаков и благодарных анапчан. Память всех погибших воинов по четыре минуты молчания, а почетный караул провел церемониал «Час славы Кубани». Казаки прошли по площади торжественным маршем. Анапское районное казачье общество в Кубанском казачьем войске, оно самое большое по численности. Огромное количество мероприятий проводится, большая численность казачьей молодежи. С каждым годом открываются новые казачьи школы, детские сады. Здесь уделяется огромное внимание развитию и культуры, и традиций, и обычаев казаков Кубанского казачьего войска. Вот здесь можно было бы отметить только положительную динамику. Испокон веков казаки не только умелые воины, но и ремесленники. Это продемонстрировали участники арта-веню. Гостей встретили по-кубански радушно. Приготовили соленья, свежую выпечку и настоящий квас. Здравствуйте, гости дорогие! Встречаем мы вас в нарта-веню с хлебом и солью. Будьте нашими дорогими гостями. Отпробуйте кировая. Настоящий. Отклавывайте, ломайте хлеб. Ткачи, чеканщики, искусные мастера, создающие кукол и посуду. В каждом изделии заключена история казачьего края. Мы специально приглашаем еще из других городов. Мы им даем возможность, чтобы они только сюда приезжали. У нас движение ремесленников сегодня, человек 300 минимум. Те, кто делают своими руками. Ярким событием стал концерт на ракушке. Артисты продемонстрировали показательные выступления с фланкировкой, а на сцену вышли творческие коллективы курорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе состоялся юбилейный 200-й штаб ресурсоснабжающих организаций. Он был создан в прошлом году по поручению мэра курорта. Участники заседаний без выходных, очно, а также в формате видеоконференции рассматривают вопросы, волнующие анапчан, и находят пути их решения. А преимущество штаба РСО – оперативность. Штаб ресурсоснабжающих организаций – практика, появившаяся на нашем курорте в прошлом году по поручению мэра Анапы. Без выходных специалисты ежедневно рассматривают вопросы, волнующие анапчан, на месте решая большинство из них. Ремонт уличного освещения, благоустройство площадок, озеленение, кронирование деревьев. Без проволочек и ожидания жители курорта в режиме реального времени могут озвучить проблему в прямом эфире, после чего дается соответствующее поручение профильному управлению или организации. И сегодня под председательством мэра курорта состоялся юбилейный 200-й штаб РСО. Больше чем полгода работаем в таком ежедневном режиме, почти 7 месяцев. Вся система жилищно-коммунального хозяйства Анапы работает в тесном взаимодействии всех служб, в управлении мэрии, в разделении ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний уже. Поэтому все в таком очень активном, плотном взаимодействии неоднократно уже доказывали свою эффективность. И штаб уже стал такой важной составляющей большой совместной работы. За полгода на заседаниях было озвучено более 700 обращений местных жителей и гостей курорта. И 50% из них решили оперативно, в кратчайшие сроки. Вот эта совместная работа, когда руководить орган АТОС, депутат, глава сельского округа, атаман, все отраслевые органы, все задействованные в принятии оперативных решений, это помогает на самом деле снять напряженность, это действительно помогает решить те вопросы, которые возникают оперативно, но это и помогает еще спланировать будущую работу, которую необходимо себе поставить в план и делать системно планово. Без рассмотрения проблемных вопросов не обошелся и юбилейный штаб. В первую очередь по поручению мэра курорта в Анапе будет усилена безопасность спусков к морю. Как подчеркнул Василий Швец, их необходимо проинвентаризировать, установить освещение и видеокамеры, которые будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Купол». Особое внимание уделят и самим пляжным территориям. На чистоту пляжей не только центральных, в станицах, в городе, но и вообще по всей протяженности, и не только песчаных, но и пляжей, которые у нас и у Триш, и Суко. То есть эти все пляжи должны быть под контролем на пространной основе. Мы уже в прошлый раз с вами разговаривали о торговых точках, которые располагаются на пляже, не только о том, чтобы там было навести порядок, потому что есть там недоработки. Вот такое вот есть замечание. А в принципе по всему штабу, хочу сказать, что все-таки количество превращается в качество. Это тоже очень важно. Также участники штаба обсудили вопросы капремонта многоквартирных жилых домов. В этом году в Анапе в программу включено 35. Мы с вами обязательно должны завершить ремонт кровли в летний период, до 1 сентября. Конечно. Какие бы сроки вам не поставил фонд капитального ремонта, мы с ними тоже с коллегами на связи, мы обязательно с ними обсудим. Но до 1 сентября мы с вами должны все виды работ на кровли завершить. Хорошо. Еще одно поручение мэра – усилить мониторинг общественного транспорта и разместить в салоне каждого автобуса информацию, куда можно обращаться в случае некачественного оказания услуг. Необходимо оформить материалы с QR-кодом, направляющим на страничку муниципального центра управления. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Решение проблем с домами на проезде солдатских матерей сдвинулось с мертвой точки. Некоторое время назад местные жительницы, жены военнослужащих, обратились к мэру Анапы, рассказав о некачественном водоснабжении, потопленных подвалах, необходимости благоустройства территории и многом другом. Управляющая компания, которая относится к Минобороны России, по словам девушек, не справляется со своими обязанностями. Василий Швец взял этот вопрос на личный контроль. Каких результатов удалось добиться, смотрите в сюжете. Проезд солдатских матерей – улица, которая полностью соответствует своему названию. В этих домах проживают десятки анапчанок, супруги которых сейчас исполняют свой долг в зоне СВО. С нетерпением девушки с детьми ждут любимых дома, однако совсем не в комфортной и уютной обстановке. Управляющая компания, относящаяся к Минобороны России, по словам местных жителей, не справляется со своими обязанностями. Не так давно жены военнослужащих обратились к мэру Анапы, чтобы он оказал содействие в решении ряда проблем. Наконец, благодаря общим усилиям вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Какой вообще план действий, расскажите мне здесь, Артём, чтобы не было полное понимание? Первое, по вашему поручению сейчас обновляем детские площадки. Выполнили уже очистку подвала. Засор системы устранены по всем корпусам. Восстановлены насосные группы, то есть восстановлено давление, которое падало за счёт того, что некоторые насосные группы какие-то были не включены, какие-то находились в аварийном состоянии, то есть требовались замены. Плюс сами очистные сооружения сегодня работают в полной мере. Подвалы после этого были обработаны, то есть была произведена дезинфекция, дезинфекция. Василий Швец взял проблемные вопросы на личный контроль. В очередной раз мэр курорта посетил жилой комплекс, пообщался с жёнами военнослужащих и представителем управляющей компании. То, что вы не сделали там в течение длительного периода, теперь вам придётся всё это делать в течение сжатых сроков. Какие максимально сжатые сроки вы можете сейчас мне назвать, чтобы вы в детские площадки привели в соответствие с нормальными, бакловенными, современным содержаниями. Не нужно ничего сказать, естественно. Можете изобразить взять вот эту или любую другую, которая есть в современном дворе многоквартирного дома. В Горгипе поезжайте, посмотрите, как там. Когда будет здесь, не хуже, чем в Горгипе. Изучим этот вопрос отдельно. Мы можем изучить, дату назовите. До конца лета. До 1 августа сделайте, пожалуйста. На сегодняшний день управляющая компания «Росжилкомплекс» также приняла соответствующие меры. Увеличен штат сотрудников, занимающихся уборкой. Восстановлено насосное оборудование. Давление воды в системе доведено до нормативных показателей. Сейчас во дворах идёт бетонирование основания под спортплощадку в планах организации детских площадок. Впрочем, работы ещё много. Мы обратились с проблемой горячего и холодного водоснабжения в наших домах. Также ремонт фасадов, которые нам обещают уже не первый год. Также обратились с благоустройством площадок придомовой территории, детские сады и так далее и тому подобное. В общем, у нас было более 10 вопросов. Частично восстановлено горячее водоснабжение в корпусах. Провели огромный всероссийский субботник в нашем дворе. Большую часть мусора убрали. Потихоньку восстанавливается. Работы ещё очень-очень много. Нам пришлось обращаться в местную власть. И нам помогают. Работа пошла, начальство приехало. И, в общем, мы очень рады тому, что пошло движение. Василий Швец поставил задачу управляющей компанией совместно с инициативной группой жильцов, управлением ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями сформировать чёткий план мероприятий, который необходимо провести в жилом комплексе. Это касается организации освещения, детских площадок, парковок, благоустройства территорий, усиления мер безопасности. Все запланированные работы будут на личном контроле мэра. Перед управляющей компанией поставлен срок провести их по максимуму до 1 августа. Как уверены жильцы, решить проблемы получится общими усилиями, чтобы ускорить этот процесс, анапчанки также обратились за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они записали видеообращение и надеются, что совсем скоро их дома будут соответствовать комфортному, безопасному и уютному курортному городу. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. И к новостям спорта. Фестиваль «Мини-баскет» – это масштабный проект с большой историей. Он помогает детям со всей страны от 8 до 12 лет делать первые шаги и знакомиться с игрой. Большую роль в реализации проекта играет Анапа. Многие десятилетия курорт становится центральной площадкой для проведения мини-баскета. А все благодаря современной спортивной инфраструктуре, которая с каждым годом становится только лучше. В этом сезоне Анапа приняла более 200 команд из 40 регионов страны. С 24 мая по 20 июня на площадке базы отдыха «Витязева» и «Долэнергетик» прошли две смены мини-баскета. Проект «Мини-баскет» направлен в первую очередь на детей. И наша задача, чтобы, как я уже говорил, они получали максимально положительные эмоции, но и они были обязательно в безопасности, чтобы родители могли спокойно отправлять ребенка в лагерь, зная о том, что о нем здесь позаботиться. Мы включаем во всероссийский фестиваль «Мини-баскет» не только спортивные конкурсы, но и такие вещи, которые развивают ребенка. Это различные квесты, это творческие концерты. В этом году мы добавили еще интерактивный баскетбол. Мы очень рады, что «Мини-баскет» вернулся в Анапу. Я думаю, что это надолго, и в ближайшие несколько лет, а может и десятилетия, мы обязательно будем проводить «Мини-баскет» в детском лагере «Энергетик» и на базе отдыха «Витязева», где в этом году уже была построена аналогичная площадка с аналогичным покрытием, которое позволяет нам проводить фестиваль на достаточно высоком уровне. Я бы вообще хотел отметить Анапу как центр притяжения не только мини-баскета, а вообще баскетбола в последние годы, потому что в рамках программы фонда «Кирилленко детям» совсем недавно в Анапе появилась похожая площадка, на которой мы сейчас находимся, на открытом воздухе. Мы за последние два года совместно с лагерями построили такие современные площадки для детей. То есть и на сегодняшний день в Анапе прорабатывается проект центра уличного баскетбола по нашей программе по СБ детям. Если не в этом году, то в следующем году он обязательно реализуется. У мини-баскета самое светлое будущее. Следующий год у нас юбилейный. Это 50-й фестиваль. И мы обязательно постараемся удивить детей новыми активностями и новыми идеями. На курорте состоялись масштабные соревнования или, как их называют сами спортсмены, контест по трюковому самокатингу и BMX. На территории Анапского скейтпарка собрались представители курорта городов Новороссийск и Тимрюк. Контест по трюковому самокатингу и BMX в Анапе проводят ежегодно. Участники соревновались в двух номинациях – любители и профессионалы. Победитель состязаний получит путевку на чемпионат России, где будет представлять наш город. В Анапе трюковой самокатинг, BMX, скейтбординг, роллинг очень активно развивается. Все-таки это солнечный город, город Анапа. Можно сказать, сам Бог велел здесь проводить такого рода соревнования, такие мероприятия. Планируется в этом году у нас еще летом продвижение провести. Это тоже будет у нас скейтбординг, роллинг, трюковой самокатинг, BMX. Тоже массовое такое мероприятие. Плюс еще будем подключать продвижение – это воркаут. Тренировкой юных спортсменов в Анапе занимается Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» при поддержке Управления по делам молодежи курорта. Попробовать свои силы в экстремальных уличных видах спорта и начать тренировки может любой желающий. Первый раз у меня просто попробовать решил. Волнуетесь? Да. Один год только катаюсь. Это мой первый контест. Ну и кататься буду только пока в стрит-зоне, наверное. В Афове не катаюсь. Кирилл Скворцов занимается трюковым самокатингом на протяжении шести лет. Участвует в соревнованиях с 2017 года. По словам юноши, несмотря на сопернический дух, атмосфера между спортсменами дружеская. Когда я начинал кататься, нас было всего 3-4 человека. Ну, сейчас, сами видите, очень сильно разрослось. Не только в Анапе, но и в курортах Красноярского края. Скейтпарков становится все больше, спортсменов также прибавляется. В любом соревновании присутствует сопернический дух, но все в рамках дозволенного. То есть спорт достаточно травматичный у нас. И нужно учитывать тот фактор, что здоровье в первую очередь. Победить, конечно, победит, но здоровье перезвежит всего. Вера Грушка, Михаил Попов, Анапа-регион. Еще одно событие. В сквере Гудовича прошли настоящие компьютерные баталии. Турнир «Боевая арена Дота-2», приуроченный ко дню молодежи, собрал вместе лучших киберспортсменов курорта. Как прошло мероприятие, смотрите в нашем сюжете. В сквере Гудовича при поддержке Управлений по делам молодежи и физической культуры Анапы, а также Федерации интеллектуальных видов спорта Краснодарского края, состоялся финал Кубка города-курорта по киберспорту, посвященный празднованию Дня молодежи. В России набирают обороты интеллектуальные виды состязаний, а в начале этого года ввели еще два новых направления – диджитал, функциональный цифровой спорт и программирование. Молодежь Анапы идет в ногу со временем и развивается не только в традиционных видах состязания, но и осваивает новые технологии. Анапа, мне кажется, становится столицей компьютерного спорта Кубани, потому что большинство турниров проводятся как раз-таки в Анапе. С 20 по 28 августа на территории Лок-Витязя, поселка Витязя, мы будем проводить первый фестиваль по интеллектуальным видам спорта. Там будет пять дисциплин, шахматы, шахматы, фиджитал, спорт, спортивное программирование и, разумеется, киберспорт. Это будет грандиозное событие, туда приедут самые лучшие игроки, популярные и по всем дисциплинам. И амбассадор мероприятия выступит Сергей Корякин по шахматам. Илья Сахаров играет в Доту уже почти три года. По словам юноши, компьютерный спорт для него – это отличная возможность совмещать приятное с полезным. А главное – качество для киберспортсмена, самодисциплина и быстрота реакции. Только, скорее, начинающий путь. Мне еще многое предстоит постичь, понять и подняться по уровню игры. Это то, что нравится молодежи, то, что может их продвигать дальше. Хотя вопрос даже для себя, то есть они могут играть и участвовать в турнирах. И даже, возможно, как-то связывать с этим свою жизнь. Вера Грушка, Михаил Попов, Анапа-регион. Футбольный клуб «Анапа» разгромил соперника из Краснодара. Матч против спортшколы номер 7 «Лидеры Юг» главная команда курорта провела в рамках Кубка губернатора Кубани. Анапские футболисты не оставили шансов противнику на стадионе «Спартак». О том, как проходил домашний матч, расскажет мой коллега Никита Васюхин. Трибуны стадиона «Спартак» потихоньку заполняются болельщиками. А это значит, на курорт возвращаются футбольные баталии. В 10-м туре Кубка губернатора Кубани «Анапа» встречается с краснодарским клубом «СШ-7» «Лидер Юг». На пятый домашний матч в этом сезоне команда Романа Аганьяна подошла в роли фаворита. Об этом свидетельствует статистика очных встреч между соперниками, в которых Анапа трижды побеждала «СШ-Лидер Юг» и лишь один раз им уступила. Однако в субботний вечер игра обещала быть такой же жаркой, как и погода на курорте. После стартового свистка «Анапчане» сразу бросились в атаку и старались удерживать мяч на половине соперника. В основном игра хозяев шла через левый фланг, и уже на 14-й минуте они смогли подобрать ключ к воротам оппонента благодаря точному дальнему удару Александра Баскакова. Поведя в счете, белосинии продолжали владеть инициативой. Команда создавала момент за моментом. Один из них привел к угловому удару. К мячу подошел Александр Коротков и точно закрутил на голову Аркадию Якопяну. Лучшему бомбардиру команды оставалось лишь направить спортивный снаряд в сетку ворот соперника. Кураж анапских футболистов только начинался. Чтобы остановить натиск противника краснодарскому клубу, приходилось часто выносить мяч за пределы поля. Но это не помогло. Под занавес первого тайма, после грубой ошибки голкипера, капитан Анапа Анатолий Бакланов довел счет до разгромного. После перерыва анапчане не сбавили темп и продолжили осаждать ворота противника. На 60-й минуте Сергей Ефимов совершил удачный прорыв по правому краю и доставил мяч в штрафную краснодарцев, где Александр Баскаков умело разобрался с двумя соперниками и во второй раз занес свою фамилию в протокол матча. Из последних сил СШ-7 лидер Юг пытались ответить анапской команде и даже имели несколько удачных моментов. Однако голкипер, хозяев поля Владимир Яковенко, сохранил створ ворот на замке. До конца встречи счет так и остался неизменным. 4-0 в пользу футбольного клуба Анапа. Переиграли, можно так сказать. Результатом доволен, а по игре, конечно, есть нюансы, которые нужно решать, нужно исправлять. В предыдущие три игры, конечно, у нас что-то не заладилось, не могли выиграть, уже хотели болельщикам подарок какой-то сделать. В раздевалке был у нас хороший разговор, что нужно уже пора выигрывать дома. И собрались все, что главный тренер установку давал, все выполнили. Вот поэтому все так и получилось. Благодаря разгромной победе Анапа набирает 21 очко и сохраняет место в верхней части турнирной таблицы. Следующую встречу белосиньи проведут в гостях против сопки героев из Крымска. Матч состоится 2 июля. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион. Уже завтра, 27 июня, в Анапе выступит популярный исполнитель Сивак. Не пропустите, концерт состоится на летней эстраде в 8 часов вечера. Приобрести билеты можно на официальном сайте эстрададефисанапа.ру 27 июня на летней эстраде поет Сивак. Напомним, все выпуски новостей можно найти на сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.